Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Вы знаете, интересные новости приходят по поводу террориста Гиркина, который ушел на фронт, то ли его ушли на фронт, там непонятно что и как, но видимо доварнякался на своем телеграм-канале, и Путля решил списать его где-то на фронте. Так вот, наши объявили награду за живого Гиркина, если его кто-то поймает и привезет его. Сначала награда была 10 тысяч долларов от каких-то ребят телеграм-канала, потом она выросла до 20-ки, потом была уже 30 тысяч долларов за голову живого Гиркина, и сейчас ГУР уже гарантирует 100 тысяч долларов, ГУР это главное управление разведки, гарантирует 100 тысяч долларов за этого террориста. Оно и понятно, собственно говоря, это ключевой свидетель по делу того, как Россия сбила нидерландский, извините, рейс Нидерланды Куала-Лумпур, MH17 малазийских авиалиний. Именно этот человек ответственен за гибель почти 300 пассажиров, среди них много детей и даже младенцы, все это мы помним. И его, конечно, если его привезти в наручника, в клетку, как говорится, в ГААГу, то это будет просто бесценно. Его свидетельства будут бесценны. Хотя бы потому, что после него нужно судить Россию, саму Россию. Понятно, что там сейчас 4 подозреваемых, трое из которых, судя по всему, уже Путин их давным-давно убрал. Остался один Гиркин. И вот, собственно говоря, его бы, конечно, если сейчас выцепить, если он действительно доберется до фронта, особенно до Херсонского фронта, где наши их сейчас глушат. Вот это был бы, знаете, такой очень хороший приз и для нас, и для ГААГского трибунала, и вообще для всего цивилизованного человечества, когда вот это вот один из негодяев, которые развязали войну против Украины в 2014 году, напомню, что война с Россией началась не сейчас, не 24 февраля, война с Россией началась еще в марте 2014 года. Кто забыл, куда память там отшибла. Так вот, друзья мои, ждем, что будет с Гиркиным. Кто его там возьмет или не возьмет, или у Кондропупи этого, не знаем, пока что не знаем, посмотрим. Но, конечно, идеальным вариантом было бы, конечно, его появление в наручниках в зале суда в ГААГе. Слава Украине! Слава Украине!